Антология чтений Слов Всемогущего Бога Сам Бог уникален. Часть третья. Власть Бога. Два. Подчинитесь владычеству Создателя и смотрите на смерть спокойно. В момент рождения одинокая душа человека начинает свой жизненный путь на земле. Начинает познавать власть Создателя, как это было обустроено Создателем. Само собой разумеется, для человека, для его души, это отличная возможность приобрести знания о суверенитете Создателя. Познать и ощутить его власть на собственном опыте. Человеческая жизнь подчиняется законам судьбы, установленным для людей Создателем. И каждому разумному сознательному человеку несложно будет принять условия суверенитета Бога и познать его власть в течение нескольких десятилетий своего пребывания на земле. Таким образом, каждый человек, исходя из нескольких десятилетий собственного опыта, может с легкостью признать, что все человеческие судьбы предопределены, а также понять и подытожить смысл жизни. Постигая эти жизненные уроки, человек постепенно начинает понимать происхождение жизни, осознает, в чем действительно нуждается его сердце, что может подсказать ему верный путь в жизни, какова цель и миссия человеческой жизни. И постепенно он осознает, что если он не поклоняется Создателю, не подчиняется его владычеству, тогда, столкнувшись со смертью, в момент, когда его душа вновь предстанет перед Создателем, его сердце будет преисполнено безграничным страхом и тревогой. Если человек прожил в этом мире несколько десятилетий и так и не узнал происхождение человеческой жизни, не понял, в чьих руках находится судьба человека, неудивительно, что он или она не способны спокойно встретить свою смерть. Человек, получивший знания о суверенитете Создателя после нескольких десятилетий своей жизни, это тот, кто правильно понимает смысл и ценность жизни. Это человек с глубоким знанием цели жизни, с практическим опытом и пониманием суверенитета Создателя. И более того, человек, способный подчиниться власти Создателя. Этот человек понимает, с какой целью Творец создал человечество, понимает, что люди должны поклоняться Создателю, что все, чем он обладает, дано Создателем и вернется к нему в ближайшем будущем. Этот человек понимает, что Создатель обустраивает рождение человека и обладает суверенитетом над его смертью, и что и смерть, и жизнь человека предопределены властью Создателя. Понимая эти вещи, человек может спокойно встретить смерть, отложить в сторону свои земные приобретения, принять и подчиниться всему, что последует дальше, и ожидать последнего ключевого момента, обустроенного Создателем, а не слепо опасаться и сопротивляться Ему. Если человек рассматривает свою жизнь как возможность постичь суверенитет Создателя и познать его власть, если человек воспринимает свою жизнь как редкий шанс выполнить свой долг созданного человеческого существа, выполнить свою миссию, тогда у него обязательно будет правильный взгляд на жизнь. Он проживет жизнь, благословенную и управляемую Создателем, будет ходить в свете Создателя, познает суверенитет Создателя, подчинится его владычеству, станет свидетелем его чудесных дел и его власти. Само собой разумеется, такой человек будет любим и принят Создателем, и только такой человек может спокойно относиться к смерти, с радостью встречать последний ключевой момент жизни. Иов, очевидно, обладал таким отношением к смерти. Он был способен радостно принять последний ключевой момент жизни и, подведя итоги своего жизненного пути, выполнив свою миссию в жизни, он вернулся к Создателю. Стремления и жизненные приобретения Иова позволяют ему спокойно встретить смерть. В Писании об Иове сказано «И умер Иов в старости, насыщенный днями» Иов 42.17 Это значит, что, умирая, Иов не испытывал сожалений и не чувствовал боли, но естественным образом покинул этот мир. Как известно, Иов был богобоязненным человеком, который при жизни своей удалялся от зла. Бог одобрял его праведные дела. Люди их помнили, и жизнь его, как ничья другая, была полна смысла и значимости. Иов наслаждался благословениями Бога и был названным праведным человеком. Но он также прошел проверку Бога и испытания сатаны. Он свидетельствовал о Боге и заслужил звание праведного человека. В течение нескольких десятилетий после проверки Бога Иов жил еще более важной, осмысленной, стабильной и умиротворенной жизнью, чем прежде. По делам его праведным Бог проверил его. По делам его праведным Бог явился ему и говорил с ним напрямую. Итак, в течение лет, прожитых после проверки Бога, Иов понял и оценил смысл жизни более конкретным образом. Пришел к более глубокому пониманию суверенитета Создателя и больше узнал о том, как Создатель дает и отнимает свои благословения. В Библии сказано, что Бог Иегова одарил Иова еще большими благословениями, чем до того, дал ему еще лучшее положение. Чтобы он мог познать суверенитет Создателя и спокойно встретить свою смерть. Постарев и столкнувшись со смертью, Иов, безусловно, не беспокоился о своей собственности. Он не волновался, не сожалел ни о чем и, конечно же, не боялся смерти, так как прожил свою жизнь богобоязненно, уклоняясь от злого, и у него не было оснований беспокоиться о своей кончине. Много ли из наших современников смогли бы вести себя так же, как Иов, перед лицом собственной смерти? Почему никто из нас не способен придерживаться столь простой внешней позиции? Есть только одна причина. Иов прожил свою жизнь в субъективном поиске веры, стремясь к признанию и подчинению суверенитету Бога. И именно с этой верой, признанием и подчинением он прошел все важные вихи своей жизни, прожил последние годы и встретил последний ключевой момент своей жизни. Независимо от того, что пережил Иов, его стремления и цели были счастливыми, а не болезненными. Он был счастлив не только из-за благословений и одобрения Создателя, но, что еще более важно, благодаря своим стремлениям и жизненным целям, благодаря постепенному познанию и истинному пониманию суверенитета Создателя, обретенным вследствие своей богобоязненности и избегания греха, и более того, благодаря чудесным делам его, которые Иов пережил лично как подчиненный суверенитету Создателя, благодаря теплым, незабываемым воспоминаниям о сосуществовании, знакомстве и взаимном понимании между человеком и Богом, благодаря утешению и счастью происходящим от знания воли Создателя, благодаря благоговению при созерцании того, что Бог великий, дивный, любящий и верный. Причина, по которой Иов смог встретить смерть без страданий, заключалась в том, что он знал, умерев, он вернется к Создателю. Стремления Иова и его жизненные приобретения позволили ему спокойно встретить смерть, принять идею о том, что Создатель забирает назад его жизнь и, более того, предстать перед Создателем незапятнанным и необремененным заботами. Могут ли наши современники достичь такого счастья, какое было у Иова? Вы сами в состоянии сделать это? Если современные люди могут это сделать, почему же они не способны жить счастливо, как Иов? Почему они не способны избежать страданий, которые приносят страх смерти? Перед лицом смерти некоторые люди обмачиваются, другие дрожат, теряют сознание, выплескивают свою злость на небеса и других людей, причитают и рыдают. Это отнюдь не случайные реакции, происходящие при приближении смерти. Люди ведут себя таким постыдным образом преимущественно потому, что в глубине души они боятся смерти, потому что не имеют точного представления и понимания суверенитета Бога, Его обустройств, и тем более они не подчиняются им, так как хотят сами все обустроить и всем управлять, контролировать свою судьбу, жизнь и смерть. Таким образом, неудивительно, что человек никак не может избавиться от страха смерти. Только приняв суверенитет Создателя, человек может вернуться к Нему. Без точного представления о суверенитете Бога и Его обустройствах, без прожитого опыта в данной сфере, знания человека о судьбе и смерти обязательно будут непоследовательными. Люди не могут ясно представить, что все находится в руках Бога, не осознают, что Бог контролирует и обладает суверенитетом над ними, не признают того факта, что человек не может избавиться или избежать данного суверенитета. Поэтому перед лицом смерти нет конца их последним словам, беспокойством и сожалением. Они отягощены своим необъятным багажом, сопротивлением, замешательством, и все это порождает страх смерти. Рождение каждого человека в этом мире является необходимым, а смерть его неизбежна, и никто не в силах изменить этот ход событий. Если человек желает безболезненно уйти из этого мира, если он хочет встретить последний ключевой момент жизни без неохоты или беспокойства, единственный способ сделать это – не предаваться сожалениям. А единственный способ покинуть мир без сожалений – это знать суверенитет Создателя, знать его власть и подчиниться им. только так человек может держаться в стороне от человеческих раздоров, зла и рабства сатаны. Только так человек может прожить свою жизнь, как Иов, ведомый и благословенный Создателем, прожить свободную жизнь, полную смысл и значимости, честную и открытую. Только так человек сможет подчиниться, как Иов, испытаниям и лишениям со стороны Создателя, подчиниться руководству и обустройствам Создателя. Только так человек сможет поклоняться Создателю всю свою жизнь и заслужить его одобрение, как Иов, услышать его голос и увидеть его явление. Только так человек сможет жить и умереть счастливо, как Иов, без боли, тревог и сожалений. Только так человек сможет жить в свете, как Иов, пройти каждый из ключевых моментов жизни в свете, спокойно завершить свой путь в свете, успешно выполнить свою миссию, пережить, познать, изучить суверенитет Создателя в качестве созданного существа и уйти в свете, чтобы навсегда остаться рядом с Создателем, как созданное человеческое существо, одобряемое Богом. Не упустите возможности познать суверенитет Создателя. Шесть ключевых моментов, описанных выше, являются критическими этапами, намеченными Создателем, которые должен пройти в своей жизни каждый человек. Каждый из этих ключевых моментов реален, ни один из них нельзя обойти, и все они связаны с предопределением Создателя и его суверенитетом. Для человеческого существа каждый из этих моментов является важным контрольным пунктом, и как благополучно пройти эти пункты, это серьезный вопрос, стоящий сейчас перед каждым из вас. Несколько десятилетий человеческой жизни это не много и не мало. Двадцать с лишним лет между рождением и взрослением проносятся как одно мгновение, и хотя на данном этапе жизни человек считается взрослым, в этом возрасте люди не знают практически ничего о жизни и судьбе человека. Приобретая опыт, они постепенно подходят к среднему возрасту. В тридцать-сорок лет люди получают свои первые знания о жизни и судьбе, но их представления об этих вещах все еще очень туманны. И только ближе к сорока некоторые люди начинают понимать человечество и вселенную, созданную Богом, начинают осознавать, в чем смысл человеческой жизни и в чем заключается судьба человека. Некоторые люди, несмотря на то, что они следуют за Богом уже долгое время и находятся в среднем возрасте, не имеют точного представления и определения суверенитету Бога, тем более определения истинному подчинению. Некоторые люди озабочены лишь стремлением к получению благословений, и после многих лет жизни они не знают и нисколько не понимают факт суверенитета Создателя над человеческой судьбой, и таким образом не прошли практического урока подчинения руководству и обустройству Бога. Такие люди безнадежно глупы, они проживают свою жизнь впустую. Если разделить человеческую жизнь в соответствии с опытом и знанием о человеческой судьбе, получится примерно три этапа. Первый этап – это молодость, время между рождением и средним возрастом, или от рождения и до 30 лет. Второй этап – это взросление от среднего возраста до пожилого или от 30 до 60. И третий этап – это зрелость от пожилого возраста, начиная с 60 и до того момента, когда человек покидает этот мир. Другими словами, от рождения до среднего возраста знание большинства людей о судьбе и жизни ограничиваются повторением идей других людей и не имеют реального практического значения. В течение этого периода взгляд человека на жизнь и выбранный им путь очень поверхностный и наивный. Это период незрелости, и только ощутив все радости и горести жизни, человек приходит к истинному пониманию судьбы и подсознательно в глубине души начинает постепенно постигать необратимость судьбы, понемногу осознавая, что суверенитет Создателя над судьбой человека действительно существует. Это период взросления, когда же человек прекращает сражаться с судьбой, не желает больше вступать в раздоры, но знает свой удел, подчиняется воле небес, подводит итог своим достижениям и ошибкам и ожидает решения Создателя по поводу своей жизни, это период зрелости. Учитывая различные опыты жизненные достижения людей в эти три периода, в обычных обстоятельствах у человека не такое уж большое окно возможностей, чтобы познать суверенитет Создателя. Если человеку суждено прожить 60 лет, у него есть примерно 30 лет на то, чтобы познать суверенитет Бога. Если человеку нужно больше времени, это возможно только если его жизнь продлится дольше, если он сможет прожить около сотни лет. Поэтому я говорю, в соответствии с нормальными законами человеческого существования, несмотря на долгий процесс между тем, как человек впервые столкнется с темой познания суверенитета Создателя, и до того момента, когда он будет способен признать факт суверенитета Создателя, и затем до момента, когда он сможет подчиниться ему. Если человек уже в летах, у него есть не больше 30-40 лет на то, чтобы получить эти блага. Часто люди охвачены желаниями и амбициями получения благословения. Они не могут определить, в чем заключается смысл человеческой жизни, не осознают важности знания суверенитета Создателя, и, следовательно, не дорожат драгоценной возможностью прийти в человеческий мир, чтобы прожить жизнь и познать суверенитет Создателя, и не осознают, насколько бесценным для человеческого создания является получение личного руководства Создателя. Поэтому я утверждаю, что те, кто желает скорейшего завершения дел Божьих, кто хочет, чтобы Бог устроил конец его жизни как можно скорее, чтобы он смог незамедлительно увидеть его истинную личность и получить его благословение, виновны в наихудшем непослушании и глупы до невероятности. Те же, кто желает в течение своего ограниченного времени воспользоваться уникальной возможностью познать суверенитет Создателя, это мудрые, умные люди. Эти два разных желания представляют собой два совершенно разных взгляда и стремления, ищущие благословений, эгоистичны и приземлены. Они не заботятся о воле Бога, никогда не стремятся познать суверенитет Бога, не хотят подчиниться Ему, желая лишь жить в свое удовольствие. Они беспечные вырожденцы, которые относятся к той категории людей, что подлежит уничтожению. Те же, кто стремится познать Бога, способны пренебречь своими желаниями, готовы подчиниться суверенитету и обустройствам Бога. Они стараются быть людьми, которые подчиняются власти Бога и удовлетворяют желания Бога. Такие люди живут в свете, окруженные благословениями Бога, и, конечно, они получат одобрение Бога. Независимо от обстоятельств, выбор человека бесполезен. Люди не вправе решать, как долго должны продолжаться дела Бога. Человеку лучше положиться на милость Бога, подчиниться Его суверенитету. Если ты не полагаешься на Его милость, что тогда ты можешь сделать? Бог ли проиграет в конечном итоге? Если ты не полагаешься на Его милость, если пытаешься взять на себя ответственность, ты делаешь глупый выбор, и ты единственный, кто понесет от этого потери в конечном счете. Только начав как можно скорее взаимодействовать с Богом, стараясь немедля принять Его руководство, познать Его власть и понять все, что Он сделал для них, люди будут иметь надежду. Их жизнь не будет прожита зря. Они достигнут спасения. Субтитры